Я на Чёрном море стою и думаю, почему же он почувствовал вот эту чистоту от Солнца, а я не чувствую. Я начал, знаете, я так благодарить Солнце начал, говорю, спасибо, что ты светишь, спасибо, что ты радость даёшь. Я вообще дурак, не понимаю этого ничего, но всё равно тебе кланяюсь. Я начал читать определённую молитву, которую прославляет как бы божественный свет Солнца. Это древняя молитва, называется Гайя Триманта. Начал её читать и просто вот поклонялся к сердцу, думаю, спасибо тебе. И в этот момент я почувствовал радость, исходящую от Солнца. Представляете, вот эта энергия радости, вместо Света я увидел энергии радости и прямо пошла в меня. У меня всё тело пронизывало, вот эта чистота и радость. Представляете, такая сила в природе содержится. Солнце обладает такую силу, лес обладает такой силой. Святые люди обладают такой силой. Приехал в Казань, поехал в собор Казанской Божьей Матери. Пришёл, там маленькая такая иконочка, а на ней вот куча золотых цепочек разных и серебряных. Я спросил, а что значит эти цепочки у священнослужителей? Он говорит, а каждая цепочка означает, что или жизнь человеку спасли, или семью, или чудо какое-то произошло в его жизни. Он приносит и вешает цепочку. Так мы говорим, раз в два-три месяца всё это снимаем и новых навешивают. Маленькая икона, еле видно изображение. Представляете, какой силой обладает? Человек замученный судьбой, муж ушёл, там всё плохо. Раз, начал поклоняться этой иконе просто. Начал поклоняться, вспоминает её, поклоняется, кланяется, кланяется. Раз, муж возвращается. Представляете? Почему так? Потому что нет такого, что муж должен уйти из семьи. Нет такого, что ребёнок должен помереть от болезни. Нет такого, чтобы ты должен быть несчастным и страдать. Есть просто объём работы и всё. И это объём работы или ты сам делаешь, или делаешь с помощью веры и необъятной силы, которая идёт от природы, от сердец человеческих и от Бога. Вот и всё. Понимаете, или ты скупец, своими силами пытаешься всё это делать, или ты веришь. Вера означает всегда не в себя. Поэтому, если человек обладает этой внутренним пониманием, что нужно чистоту учиться видеть, нужно понимать, что семья означает эта чистота также, попытайтесь увидеть в отношениях чистоту эту друг с другом. Попытайтесь чистоту в своих детях увидеть, помнить её всегда. Попытайтесь чистоту увидеть в своих родителях, которые вас мучают, там, гнобят. Когда это произойдёт, вы увидите, как ослабевать будет сила страдания. Послабевать начнёт. В этом весь метод. И это не мой метод. В древней культуре, везде, во всех традициях, что на Руси, что где угодно, люди этим занимались каждый день. Зачем они молились? Для чего они это делали? Как раз они для этого и делали. Они прощали, просили прощения. Пытались чисто и светло вспомнить, настроиться правильно на близкого человека. Пытались его по-настоящему, как бы, светлую память о нём хранить и так далее. Так люди этим занимались каждый день. А мы вообще этим не занимаемся. И думаю, как же нам, как же, почему же мы такие несчастные? Потому что мы не тем занимаемся просто. Понимаете, есть внутренняя жизнь. Анас, Гитас, Кеза, надо заставить себя сесть рано утром. Кто из вас сегодня не смог? Захотел, но не смог. Поднимите. Ничего, сможете в следующий раз. Надо заставить. Не всегда хватает сил. А кто смог? Видите, вот молодцы. А кто вообще не подумал об этом? У вас всё впереди. Понимаете, когда человек это делает, заставляет себя аскезу эту совершать, то в этот момент он живёт внутренней жизнью. То есть в его сердце копится сила. Но весь мир сейчас направлен не на внутреннюю жизнь, а на внешнюю. Понимаете, вот мы приходим домой, пожалуйста, 250 каналов в телевизоре. Считай там щёлкой найти свою голую попу там, на том канале, на котором ты, как бы, хочешь её найти. Ищи. Это внешняя жизнь, понимаете? То есть просто отвлечься, просто найти какой-нибудь детектив, там постреляют, поубивают, там всё будет хорошо под конец. Вот. Найти ещё какую-нибудь глупость, там какие-нибудь фильмы ужасов, чтобы было страшнее, чем в твоей жизни. Чтобы легче стало. Такой эффект возникает. Вот. Или тёлку какую-нибудь красивую по телевизору просвечивает твоя жена, чтобы хоть как-то быть счастливым. Хотя бы через телевизор. Люди дури маются просто, понимаете? Дури маются. Они чем занимаются? Они просто пытаются отвлечься от своей судьбы. Ну, другими словами, перестать жить. По этой причине люди выпивают так же и курят сигареты. И по этой же причине они колят наркотики. И по этой же причине они гуляют от близких людей. Потому что, когда ты встретил кого-то, всегда возникает вот эта эйфория, в которой человек, ну, хотя бы чуть-чуть как-то отвлечься от несчастной жизни. И люди гуляют, изменяют друг другу только по той причине, что у них не хватает сил жить. А причина, почему у них не хватает сил жить, потому что живут они просто неправильно. И все. У человека, который каждый день сердце свое очищает, не возникает идеи с кем-то гулять. Зачем? Какой смысл? У тебя и так чистота, все хорошо в сердце. Зачем тебе это все очернять какими-то непонятными отношениями, глупыми? У них нет никакого счастья в этих отношениях. Делать вид, что мы друг друга любим, да, любовь — это честность. Ты обманываешься этим человеком, самого себя, его обманываешь. Где тут любовь? Как можно любить, когда, ну, как бы, нет любви? Посадите петрушку в горшок с песком и делайте вид, что там чернозем. Понимаете, ну, в безумии, просто в безумии. А почему люди так делают? А потому что вот им надо поймать вот эту энергию наслаждения, отвлечься от своей жизни. Вот и вся причина. И мы из этого такую трагедию делаем. Мой муж ушел в другой. Да не думай о том, что муж в другой ушел. Думай о том, что в твоей жизни чистоты не хватает. Что причина есть на это глубокая, что неправильно живем. Вот о чем думай. А если ты начнешь правильно жить, и он не вернется, муж от другой, не вернется, знай, что Бог тебе даст обязательно другого. В ведах есть такое высказание, там говорится, зло никогда не одолеет того, кто встал на путь добра. Никогда не может злая судьба одолеть человека, который встал на правильный путь, потому что она и дается, злая судьба, только для того, чтобы мы встали на правильный путь. В ведах говорится, что у человека есть два основных периода в жизни. Есть период, в котором он расслабляется истит душой. И этот сон души мы называем счастьем. «Алло, у тебя все хорошо? Да, у меня все хорошо. Ну, все хорошо». То есть наша цель жить, чтобы заснуть. Мы хотим спать душой. Мы называем это счастьем. Другими словами, это называется просто отсутствием страданий. Вот человек лег постель вечером. Хорошо. Это означает просто, нет ничего плохого. Счастья никакого нет. Счастье означает отношения, означает служение, любовь, означает деятельность души. А когда человек просто чувствует у него комфорт, как бы он сытый, все нормально, холода нет, мягко, все нормально, он думает, что это счастье. Но это не счастье, это отсутствие страданий просто, и все. Счастье — это деятельность души, это когда ты желаешь всем счастья, когда ты трудишься над отношениями, прощаешь, просишь прощения. Вот сейчас счастье между нами происходит. Потому что я хочу, чтобы вы были счастливы, и вы тоже хотите, чтобы я был счастлив. Ну и таким образом у нас счастье. Но я имею в виду у тех, кто вот этим сейчас занимается. Понимаешь, ты видишь, как бы из других здесь сидят. Может быть, кто-то еще что-то не понял, что здесь происходит. Вот. Если человек в таком сознании находится, это называется счастье. И оно побеждает все проблемы, сгорают страдания, плохая судьба, сгорает сердце в это время. Но поймите такую вещь, что мы все постоянно в обычном режиме не хотим счастья. Не хотим счастья. Мы хотим просто сна души. Приведу вам пример, который вас удивит. Я долгое время не хотел ехать в Киев. Мне было стыдно смотреть в глаза людям. Я не знал, что им сказать, честно вам говорить. Не то, что я там против кого-то. Я просто мне было стыдно им смотреть в глаза. Потому что, ну, друг убивает друга. Вот так вот по-русски сказать, понимаешь? Друг убивает друга. Вот что происходит. И делаем вид, что не было никаких друзей и дружбы никакой не было. А была вражда. И мне было больно смотреть в глаза людям просто. Я не ехал. Они меня звали, звали. Говорят, почему вы не приезжаете так долго? Я все-таки приехал туда. Я увидел лица любимых людей, которые соскучились уже. Набился полный зал огромный. В центре Киева прямо. И люди просто ждали от меня ответа. Что же делать? Как же на это все смотреть? Как же жить? У меня был семинар «Победа над трудностями судьбы». Я рассказывал про молитву. Как молиться? И мы начали молиться с ними. И как бы все. И я потом приехал через месяц еще раз. Смотрю, лица повеселее. Я говорю, ну как они? Говорят, молимся. Классно. Спасибо, Олег Геннадь. Все нормально. Все. У них пошла жизнь. И легче стало. Как-то смотрю, все прибодрились. Приехал еще через месяц. Поднимите руку, кто молится. Там полузала такой. Такая сила. Потом приезжаю еще через месяц. Смотрю. Люди стали другими. Как мультики, знаете. Как бы кот такой толстый лежит. С маленькими ножками. А попугай говорит. Полетели на Таити, на Таити. Он говорит, не были мы ни на каком Таити. Нас и здесь неплохо кормят. Я говорю, кто из вас продолжает молитву? И подняло только половину рук. Я вот запомнил там людей. Говорю, а вы почему перестали молиться? И он говорит, вы знаете, Олег Геннадьевич, как-то вот хорошо так стало. И что-то я перестал. Пытайтесь услышать. Человеку не нужно счастья. Он просто получил отсутствие страданий. И этого достаточно. Потому что душа, она не готова быть счастливой. Ей достаточно просто не страдать. Она не хочет жить. Она хочет спать. Она хочет просто балдеять и ничего не делать. Спать. Вот этот сон души. Понимаете? Вот в этом самый ужас нашего существования заключается. Каждого из нас в этом ужасе есть заключается. Что мы счастья-то настоящего не хотим. Ведь чуть-чуть лучше становится. Вот вы сейчас будете повторять? Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. И чуть-чуть вот сюда вот. Чуть-чуть вот какнет такое. Ух. И до свидания. Ой, как классно там внутри. Супер вообще. Что-то там сердце такое расходится. Мы просто с вами не изучали. Вот если бы мы сейчас об этом начали говорить. Что происходит во время. Я желаю всем счастья. Половина бы из вас рассказывала эти спецэффекты. Так классно. Там все распитается. Мне так хорошо. Мне не надо читать. Я говорю. Вы счастья-то всем желаете. Ой, забыла. Вот чуть-чуть что-то пришло. И все. И до свидания. До свидания. Пожелание всем счастья. До свидания. Как бы. Раскаяние. До свидания. Молитва. Здравствуй. Расслабление. Большую часть жизни человек просто испытывает это расслабление души. И маленькую часть жизни, очень маленькую часть жизни, человек испытывает испытания. И веды говорят, что именно эта маленькая часть жизни, когда человек испытывает муки в сердце и испытания, и есть его настоящая жизнь. И именно в это, когда он настоящей жизни живет, в это время, он сильно стонет и говорит. не хочу, хочу спать, хочу опять, чтобы было хорошо, понимаете, именно вот это время, когда он испытывает эту боль сильную, ужасную просто боль в душе, именно это время является самым ценным в его жизни, потому что именно в это время он познает истину, только во время страданий человек открывает для себя целый мир, который он раньше видит, просто даже не мечтал, что он его сможет понять, узнать, открыть для себя, просто даже не мечтал, попытайтесь это понять, как ценно время страданий в нашей жизни, как оно ценно, не надо от него бежать, просто встаньте, восстаньте против своего бегства от судьбы, примите свою жизнь, скажите, спасибо Господь тебе за учебу, я сейчас буду принимать, я не скупец, я буду принимать от тебя твою боль, буду делать все правильно, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья, молитва начинается в это время, я принимаю, пожалуйста, я все, что ты мне хочешь дать, я принимаю твою судьбу, я готов терпеть, да, человек так настраивается, тут же, немедленно приходит счастье, тут же, и оно тут же начинает гасить эту боль, менять все в жизнь, видите, нелькнуло, это знак, есть страшная такая наука, когда ты говоришь, что это важно, или кто-то чихает, падает со стула, меняется свет, звук меняет, все-то Господь как-то пытается донести, вот оно, вот оно, истинно, наука есть такая ведическая, знаки, приметы, то есть возникают, когда что-то важное происходит в жизни, вот в этом смысл заключается в том, что человек должен с криком души настроиться на чистоту в момент, когда он страдает, и в этот момент жизнь, истина жизни откроется в его сердце, он очень много поймет, узнает, но надо себя заставить остановиться, не бежать от боли, не бежать вот к психологу там, еще кому-нибудь, помогите, помогите, избавьте меня от этого, в молитве останови это в своем сердце, останови эту мысль, никуда не беги, молись просто, пытайся в звуке опереться на себя, в звуке на свое сердце, опрись, на святость, опрись, не беги никуда, останови время в своем сердце, и эта остановка времени называется чем? Счастьем, потому что счастье означает жизнь сейчас, с тем, что Бог дал. Счастье означает нести свой крест, мои хорошие, по жизни, а не бежать куда-то от него и думать, что там будет лучше. Счастье означает, что человек с помощью веры в Бога, с помощью чистоты, которую он воспринимает снаружи или внутри, он побеждает все проблемы в своей жизни и останавливает время, потому что время его тянет или вперед, или назад, куда-то он его тянет постоянно. Надо его просто остановить с помощью этой внутренней силы, которая идет от святости. Вот это то, что я вам хотел сказать. Какие у вас вопросы ко мне? Я хочу посмотреть время, компьютер не показывает. Да, ваш вопрос. Понимаете, дело в том, что души в этом мире, они не знают правды, они находятся в невежестве. Только в духовном мире, где нет страданий, там души все время служат, служат, они в служении находятся. Но мы с вами не развитые души, мы не имеем знания, как жить правильно. Поэтому мы погружены в эгоизм, желание счастья для себя. Это желание счастья для себя называется сон души. Этот сон не дает нам быть счастливыми, потому что только возможность слушать другим, верить, кланяться. Ну то есть давать другим счастье является настоящей жизнью. Все остальное это просто иллюзия. Понимаете, это не то, что дает на самом деле человеку возможность быть счастливым. Все остальное это просто душа находится в таком существовании каком-то, в котором просто она не страдает. Если страданий нет на самом деле. И человек считает, что это и есть жизнь настоящая. Жизнь всегда в служении. Душа обязана служить и трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Понимаете? Светить всегда, свистить везде, до дней последних донцев. Светить и никаких гвоздей. Вот лозунг мой и солнце. Понятно? Такой настрой дает человеку счастливую, настоящую, чистую, светлую жизнь. Это счастье может до такой степени усилиться, что человек даже сознание от него теряет. Когда человек от счастья сознание теряет, это необычное состояние, это называется духовный транс. Человек реально падает на землю отчасти. Он не может даже шевелиться. Не то, что он умирает, там разрыв сердца происходит, нет. Столько энергии проходит по нему чистая светлая, что он не может даже ее контролировать. Это объясняет, что это в миллионы раз превосходит любых видов наслаждения, которые мы можем только испытывать в этой жизни. И даже просто, когда человек благодарность от сердца кому-то испытывает, это тоже выше счастья, выше, чем от сердца, допустим, и все остальное. Понимаете? То есть счастье, сердечных отношений, чистоты человеческой, оно превосходит все остальное. И поэтому, когда человек включается в такую жизнь, ему легко бросить все вредные привычки, ему легко победить свою судьбу. На этом вся методика основана. Это не мой метод, этот метод всегда существовал. Я просто изучил это все, начал преподавать, и я вижу, как люди бросают пить. Кто из вас бросил пить? Поднимите руки. Пожалуйста. А вы заставляли себя? Кто из вас заставил себя? Поднимите руки. Нет, просто лекции начали слушать, да? А кто бросил курить? Поднимите руки. Ну, пожалуйста, просто лекции начали слушать. Или кто-то заставил себя? Поднимите руки. Кто заставил? Ну, такие тоже есть. Ну, и мало. В основном... Вот, девушка заставила. Вот, а в основном просто лекции начал слушать, счастье пошло, жизнь правильно пошла. Курить уже не надо, потому что человек курит, потому что он не может справиться с собой, ему нужно отдыхать. И так далее, понимаете? Кто из вас вернулся, вот бросил близкого человека, а потом вернулся назад, слушая лекции? Или вернул себе семью, сохранил? Есть такие? Вот, пожалуйста. Это тоже результат счастья. Счастье усилилось в отношениях, вы вернулись назад. Вот и все. Так вот происходит. У меня такой интересный случай был. Я читал лекцию вообще не по семейным отношениям, а читал лекцию просто по... Ну, в Москве просто читал лекцию в фирме в одной. Как вести правильно дела. Но так как у меня вот сердце заточено именно на то, чтобы люди были вместе, счастливо, жили в семье. И я читал эту лекцию, я сам думал, вот будем сейчас это сказать о том, как строить отношения друг с другом. Но у меня не было времени, там было лимитировано время. И потом, я когда пришел продолжать эту тему рассказывать, одна женщина пришла ко мне после этой лекции, первой. На второй день она пришла и говорит, Олег Геннадьевич, я не пойму, что произошло. Я вернулась к мужу. Вчера послушала вашу лекцию, поди по деловую вот эту лекцию, и я вернулась к мужу назад и простила ее. Представляете? Вы все, фантастика. То есть, сам настрой поднастроен на то, чтобы люди просто жили вместе. Он тоже дает такую силу, дает возможность возвращаться. Какие еще вопросы? А можно обновляться? Здравствуйте. Всем добрый вечер. Меня зовут Светлана. Возможно, не по теме, но он меня мучает, запросил, я очень хочу задать. Скажите, если вот такая ситуация, у тебя на работу, когда тебе было трудно, знакомая припросила, ты работаешь какое-то время, а потом тебе предлагают работу лучше, более оплачиваемую, проструктивную и так далее. остаться, потому что нужно служить, либо все-таки поменять работу мамы? А все зависит от отношений, понимаете? Вот есть такой фильм, детский фильм, «Золотой ключик» называется, «Буратино». Там в фильме есть такая сцена, что вот черепаха тротила, она такая там сидит, в своем месте, где она находится, и Доримар на берегу пиявки ловит. Вот. И он, как бы, ей говорит, ну ты, говорит, что-то там имеешь такое, говорит, ценное, ты, говорит, давай. Она ему говорит, сначала разгадай одну загадку. Тебе, говорит, что нужно? Ты, говорит, что, говорит, в жизни хочешь вообще? Ты хочешь счастья в жизни или деньги? Она его спрашивает, конечно, деньги, говорит, какой разговор. Конечно, денег, какое счастье, говорит. Сколько в этом ключике веса-то? Он ее спрашивает. В золотом. Он не подумал, что он дверь какую-то открывает, понимаете? Потому что он денег хочет. Вот в этом и есть засада. Засада в этом заключается, понимаете? Вы просто задайте себе вопрос, где больше счастья, где больше отношений, в каком коллективе, здесь или там, где больше чистоты, любви. Там и оставайтесь, там будет надежно будет, там вас не выгонят. На самом деле ситуация была со мной наоборот. Самый человек поступил. Я очень долго переживала. Не знала, наверное, до сегодняшнего дня, на сходу, переживаю, но задала этот вопрос. А вот теперь я понимаю, я ее прощаю. Ну, то есть, там, где вы работали, меньше зарплаты, там вас обижали еще? Нет, не обижали, но там зарплата меньше, перспектив меньше. А девушке, где она работала вместе со мной, у меня, а дальше ей предложили перспективную работу, более облаченную, и она все-таки решила уйти. А, это не про вас, это про вашу знакомую. Ну, в бизнесе у меня все хорошо, а счастья нет. Всегда так бывает, мои хорошие. Попытайтесь понять, что человек всегда выбирает или счастье, или деньги. Я когда в Краснодаре читал лекцию, меня провожал один человек в аэропорте. Я тогда еще не жил в Краснодаре. И он мне говорит, Олег Геннадьевич, у меня такая история. Знаете, я, говорит, работал учителем, я был счастлив. Ну, это в эту долгую эпоху, когда до этой перестройки было. Я был счастлив, потом у меня такое испытание было, что учителям почти ничего не платили, я впробовать жил. И я решил пойти шкуры там продавать, шубы делать. Ну, там, открыл цех производства шкур этих. И прошло лет 10, наверное, он так эти шкуры и делает. И я говорю, а вот, ну, счастье-то в чем? Он говорит, знаете, Олег Геннадьевич, я вот сейчас хочу вот шкуру достаточно сделать, чтобы у меня было денег достаточно. И хочу, хочу открыть школу. А, нет, он говорит, я хочу запустить, говорит, вот этот процесс, чтобы он без меня работал, найти работников, чтобы они все делали. И я хочу опять учителем быть. Я хочу опять идти преподавать детям, я их так люблю. Я, когда смотрел, они получают знания, у меня сердце радуется. Вот и ответ весь на вопрос. У каждого человека в жизни всегда выбор будет обязательно. Счастье, но без денег. Или деньги, но без счастья. Потому что если вы хотите и счастье, и деньги одновременно, тогда процесс тоже такой существует. Человек должен встать на тот путь, в котором он должен идти. То есть он должен делать свое дело с любовью. Но сначала в этой области он будет бедным. И когда он квалификацию там разорвет, тогда он станет иметь и деньги получать, и любимую работу. Но путь к этому трудный. А когда человек хочет сразу деньги зашибать, тогда он теряет счастье. И у каждого человека только так в судьбе. По-другому не бывает. Не бывает так, что по любимой работе деньги сразу. Поэтому она и спросила Доримара. Говорит, ты что хочешь-то от жизни? Счастье или деньги? Спросите у Доримара, который находится у вас вот здесь, в сердце. И узнаете у него правду. Если хотите денег, но нет проблем, попробуйте. Еще вопросы? Я хотела спросить. Каждого из нас окружают жизненно разные учителя. Врачи, тренеры. Тоже какие-то учителя. Понятное дело, что все они обладают знания больше, чем мы. Но при этом часто так случается, что у этих учителя, они видят, что у них все хорошо получается, что они имеют влияние, у них развивается какая-то гордыня. Я хотела спросить, можно принимать знания этих людей, не является ли они оскверненным? Нет, они 100% оскверненным. Либо, я еще не говорю, с другой стороны, либо это просто ложная энго учителя, и ученика начинают конфликтовать, и проблема как бы ухода в иномене ученика. Да нет, это, как бы, если видите, гордится человек собой, не надо у него знания брать. Но он, если будет продолжать знания давать, он перестанет гордиться, его обломают. Или его обломают, или он уйдет. Одно из двух. Поймите такую вещь. Один ко мне, один начинающий лектор подошел, говорит, вот, что делать, чтобы успех был? Я говорю, я тебе сейчас все объясню. Вот ты, когда сядешь за стол, на тебя начнут смотреть с верой, там, 20-30 человек. Этого тебе будет достаточно, чтобы стать пупом земли. Он говорит, а что вы делаете? Я говорю, я каждый день кланяюсь своему наставнику, говорю, Господи, это все по Твоей милости люди слушают меня, я сам тупой, как баран. Когда я уезжаю в лекции читать, жена мне говорит, помни, что ты просто переводчик. Переводчик. Через твое сердце, говорит, твой наставник, ты просто его слова повторяешь, сам ничего не знаешь, мы ничего не знаем с тобой, мы с тобой с простых семей, глупые. Ты переводчик, понял? Я говорю, да. Но не всем хочется быть переводчиком. Знаете, иногда такой садится, такой, здравствуйте, я рад вас всех видеть. Ну, все ясно, думаю. До свидания. Я вот вам книгу презентовал «Путешествие домой», Радханат и Слави. Мне рассказывала сегодня одна девушка, она была в Москве, когда этот человек презентовал книгу. Она, когда я его увидела, он смиреннейший человек, он сидит, рассказывает. Ведь зал просто счастлив, его слушает, понимаете? И потом все встали, хлопали, так его любили, потому что он уникальнейшая личность. Гордость – это признак тупости. И могу вам сказать по секрету, вы, когда смотрите на меня с верой, эта тупость заполняет все мое сердце. И только вот если милость моего наставника в моей жизни существует, только тогда я спасен. Я сейчас вам отвечу на вопрос подробнее. Я приехал в Индик, свой наставник пришел к нему, там село еще несколько учеников. Я был старший среди них, он меня спросил, «Как ты выполняешь мои наставления?» Я говорю, я как бы стараюсь людям давать знания, все счастливы, залы заполнены, все хорошо. Смотрел на меня и перешел на других учеников, ничего не ответил вообще. И вообще на меня больше не смотрел. Я сижу, 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 на меня не обращают внимания. Думаю, что это не то. Уже так чувствую, что мне как-то неловко там сидеть. Я взял, вышел вообще оттуда, начал молиться, 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 кланяться ему на фотографии с утра. Потом пришел на следующий, как бы он наставление давал в следующий раз. Я пришел, такой упал ему в ноги, говорю, я говорю, гордый, тупой человек, помогите мне, пожалуйста, помогите мне стать нормальным. Я просто купаюсь в гордыне. Я не способен быть искренним. Он такой по голове мне потрепал, говорит, учись видеть правду, учись видеть грязь в своем сердце. Это и есть настоящая правда. Все остальное, это не имеет большого значения. Если вам поставить вопрос так, у кого лучше брать знания, у менее опытного, но скромного ученика, или у более продвинутого, то есть у более скромного надо быть участием. Вам кто больше нравится? Маленький и добрый хомячок, или большой осел? Хомячок. Ну вот лучше с хомячков. Я просто подумала, может быть, какая проблема в моей гордыне? Может быть, и ваши. Я не знаю всех подробностей, но могу вам сказать точно, что большой осел никому не поможет. Он может только легнуть копытом, и все. Такие учителя обычно просто делают больно сердцу, и все. Они не помогают. Маленький хомячок хоть будет там немножко там, по-доброму вам влезать, может вас как-то. Будете счастливы. Даже просто, если у человека чуть-чуть доброты в сердце есть, то у меня была такая тяжелейшая ситуация в жизни вообще. Я искал там поддержки, не знал, где найти. И просто, знаете, вот люди, которых я не считал сильно продвинутыми, у меня просто верные люди. Они просто попались в меня на пути рядом, вот со мной находились в это время, и просто ходили рядом со мной, помогали мне, заботились обо мне. От них сошла такая поддержка, такое тепло, мне сразу спокойнее становилось. Я мог сосредоточиться на молитве, просто находясь рядом с добрыми людьми, которые меня любили, и они даже не старшие были для меня, а просто младшие, понимаете? Они просто ко мне верно и по-честному относились. И в этот период жизни, когда у меня был тяжелый период, все люди, которые как бы пришли в мою жизнь по какой-то, может быть, очень неправильной, легкой какой-то причине, и все тут же отвалились. Как только тебе плохо стало, их сразу не стало, их ветром сдуло всех. А вот те люди, которые настоящие, скромные, никогда от тебя ничего не просили, всегда помогали, они остались. Подтверждение, видите, мигнул. Это означает, что беда нужна для того, чтобы разобраться в своей судьбе. Она нужна для того, чтобы понять, кто есть кто. Когда беда приходит, все становится ясно, кто есть кто. Все на свои места встает. Простые люди, добрые, лучше помогают, чем гордый наставник. Поверьте мне, только сердце может помочь человеку, больше ничего не помогает. У меня наставник смиреннейший человек, никогда злого слова никому не сказал. Просто вот сама скромность. Я разок он приехал, как бы на духовные программы, я лично ему служил, и он только заехал, очень уставший. Я не показал ему, как кресло, там какой-то хитрый способ было кресло разложить в кровать. Я прихожу, он такой лежит, вот спит, ноги свешены вот так, потом тело вот так изогнуто, и голова вот так вот, ну через лесло вот так, спит вот так вот. Я говорю, господи, я вообще космон, что такое вообще? Я просто в шоке. Подхожу к нему, и такая сцена. Он увидел меня такой, он лежит вот так вот, глаза открывает, я вижу его добрейший взгляд, просто такого, знаете, мудрейшего человека, такого, как ребенка, чистая душа, такая детская, как ребенка, мудрость одновременная, чистота, и простота, и скромность, и в глаз идет такая, и такое, как бы, неловкое такое, он смотрит на меня, ну типа, извини, что я так лег, ну прости, пожалуйста, меня. Понимаете, вот такой взгляд, человек, который не понимает, что такое обида, злоба, неприязнь, унижение, он понимает только душу, и все. Все остальное его не интересует в этой жизни. У нас право силы, понимаете, здесь у кого микрофон, тут и спрашивают. Ну спрашивать, ну спрашивайте, а потом он спрашивает. Это есть наш последний решение, третийный бой. Что делать в этой ситуации? Просто беспомощность какая-то? Это тоже закономерно. Если мы энергией счастья хотим наслаждаться, то выходя из этого зала, нас будет все раздражать. Если мы ей хотим служить, тогда мы будем всем служить. Все зависит от того, чего ты хочешь. Ты пропитался той же самой силой, но результат может быть разный. И это закономерно. Просто изучайте себя. Я тоже замечал, что когда я в святое место приезжаю, начинаю на всех злиться, ходить, ругаться. Причина, что я не достоин этой любви, этой чистоты. Понимаете, у меня гордость взращивается вместе так же со всем остальным. Я как только человек счастливым становится, он так же становится очень чувствителен ко всему плохому, несправедливости, ко всей. А если нет цели наслаждаться счастьем, просто вот слушаю, впитываю, а потом, то, что я сказала, здесь непосредственно, и молитва порой не помогает, то есть самое, что удивительное. Вот вы говорите, это значит, что вы все равно наслаждаетесь счастьем. Когда человек служит энергией счастья, он никогда не поддается ни на какие провокации. Тогда что делать? Жить дальше? Ничего страшного. Изучайте себя. Вот сначала в сердце это живет, все равно надо соприкасаться с чистотой. Потом в сердце будет жить что-то другое. Первый этап развития человека всегда фанатизм, всегда фанатизм. Запомните, и сейчас, если вы встали на путь работы над собой, запомните для вас самое главное. Это помнить одну вещь. Помните, что вы обязательно будете мучить близких людей. Обязательно будете мучить своей чистотой. Вы придете домой, скажете, я был на удивительной лекции. Мы живем с тобой неправильно. То есть лекция-то была для вас, как бы... Поднимите руку, кто вчера так уже сделал? Испугали близкого человека, да? Он в шоке. Нет? Вот, понимаете, то есть вот человек, допустим, пристал пить, и он как бы вот чуть-чуть трезвенником стал, чуть-чуть, и он уже просто вот... Для него, все, кто пьет, это отстой. Почему? Потому что первое, что приходит человеку в жизни, когда он делает какой-то чистый, возвышенный поступок, это гордость о свой чистый, возвышенный поступок. Я когда вглубь моржей пришел, которые закаляются, первое, что я увидел, это увидел вот это вот... Ну сколько в холодной воде просидишь? Понимаете, ну вот эта гордость, что типа кто из нас круче морж? Понимаете? То есть, а кто из нас больше проголодает в клубе голодальщиков? И так далее. Это признак просто гордыни. Человек чуть-чуть благочестие получает, вместо смирения он его направляет всегда в гордость. Только в гордость. И все. Это признак начинается. Когда человек начинает что-то в жизни делать, он всегда... Вот допустим, врач только начал лечить, у него чуть-чуть получилось, и он сразу... Я исцеляю. Если вам человек так говорит, он начал лечением заниматься. Потому что врач серьезно занимается медицинской практикой. Никогда так не скажешь. Это одна из... Если человек так говорит, значит он начал заниматься, скоро будет врачом. У него пошел процесс. И в ветках есть такая классификация, что человек сначала встает на духовный путь. Вот слушайте внимательно. Сначала встает на духовный путь. Потом становится возвышенным. Потом становится очень возвышенным. Очень возвышенным. И это происходит очень быстро. Очень возвышенным становится. Потом он становится попроще чуть-чуть. Потом он становится обычным человеком. Это он развивается все дальше, понимаете? Становится обычным человеком потом. Потом он становится смиренным человеком. А потом он начинает считать себя падшим человеком, потому что он начинает видеть грехи в своем сердце. И в этот момент, только в этот момент, когда он видел грехи в своем сердце, он встал на путь святости. И кто такой святой? Это тот, кто видит очень много грехов в своем сердце, бесконечно много, хотя у него там почти нет, и видит очень мало грязи в сердцах других. Это квалификация святого человека. Он не воспринимает как что-то серьезное грехи других людей, а гордецы, которые встали на путь духовного развития тоже, они очень много грязи видят в других и вообще не видят в себе, поэтому они называются «очень святые». Ну, то есть, сколько в кавычках. Они так себя считают просто, понимаете? Поэтому путь развития личности, он сложный. Но для начала попытайтесь понять. Самое главное вам сейчас получить, получив знание правильное, не развалить свою семью. Потому что именно правильное знание и разваливает сию быстрее всего. Потому что если вы, допустим, не знаете, как мужчине правильно к вам относиться, вы спокойно живете. А если вы узнали об этом, и когда вам трудно, вы ему скажете, ну ты же у меня тупой, не понимаешь женскую природу. «Будь со мною ласковым, будь со мною нежным». И так далее. Вы слышали уже песенку. И понимаете, так как это правда, это правда, а резать сердце легче всего только с помощью правды. Если вы хотите кому-то порезать сердце, скажите ему правду. Без любви. И вы ему покоцаете все сердце. И когда вы не знаете правды, когда это правда, и он такой, понимаете, ему очень больно становится. Он говорит, «Я не хочу слушать твои нравоучения. Перестань слушать свои лекции». Почему он так кричит? Потому что жить стало тяжело. Из-за того, что вы с помощью правды режете его сердце. Раньше вы не знали правды, было легче. Понимаете, когда человек, вот женщина записывает обязанности мужчин сидят, разрушают себе семью. Мужчина обязанности женщин. Надо свои обязанности записывать. Когда обязанности близкого человека, надо заткнуть уши в это время. Пускай он слушает. Это же его жизнь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!